Тема у меня исследуется уже второй год. Начиналось это все с хорошего художника Элли Сицкого. Нам рассказали в институте о том, как он изучал этнографию деревянных синагог. И с помощью художественных образов, элементов, декоров он рассматривал. И вот он сам фотографировал деревянные синагоги. И одна из синагог деревянных в Хордове имеет зодиакальный круг. Внутри этого круга двухглавый орел, а по окружности все 12 зодиаков. И в Израильском музее вот этот как бы купол восстановили по его фотографиям, по его рисункам, по его описанию. И, соответственно, можно посмотреть там это все в цвете. И у меня возник вопрос, а как же вот символика еврейского года, еврейских месяцев, геральдика, символика, как же это происходило, когда это было. Ну вот она так выглядит. Вот можно чуть-чуть тут видно побольше. То есть, в общем, красота неописуемая. Все это в цвете, красиво. Вот побольше видно прям двухглавый орел, пасуки из торы вокруг зодиакальных символов. И встал вопрос, а когда же это у нас вот возникло, потому что, ну, это черта оседлости. Это вообще, это Калужская область, Хордово-Мещерский район. То есть, когда у нас возникла эта традиция, как мы относимся к зодиакам, к этим символам, и я стала, значит, искать информацию. И археологи вот в 19 веке, там с 20 по 30 года открыли синагоги эллинистического периода. И самыми знаменитыми, то есть там, где максимальное количество мозаики сохранено, это Хамат Тверия, это Ципория, это Бейт Альфа, архитектурные остатки пола, именно с мозаикой, с зодиакальными кругами. И в Энгеде, это уже центр страны, очень интересно, что вот символика именно в Галилее, а в центральной части зодиак описываются, есть пасуки из Торы, но символов нету именно вот зодиакальных. Другие символы есть, там, на истории из Торы, Акидат Ицхак, получение Торы, все есть, а вот зодиаков нет. Очень странно. И вот, соответственно, эти наши картинки очень замечательные. Синагога в Бейт Альфа, сейчас вот покрупнее, поцветнее. И тоже в центре символ власти, Гелиос, как символ власти, и вокруг такие детские мозаичные рисунки зодиакального круга. Хамат Тверия, здесь уже видно прогресс в художественном творчестве. И, соответственно, тоже в центре Гелиос, как символ государственной власти, и зодиакальный круг. Это уже Ципори. Что-то тут у меня ошибка с названием Хамат Тверия в центре. Спешила. Это Ципори, тоже опять символ Гелиоса, при том, если посмотреть, то Гелиос с четырьмя конями, какими-то такими символами. Есть много комментариев археологов и историков, что, может быть, это времена года, а может быть, это воздух, вода, земля, огонь. При этом, если посмотреть на эту картиночку, то мы видим символику, то есть вот здесь это именно воздух, вода, земля и огонь. А вот по углам у нас символы такие людей, и это именно времена года. И очень удивительно, что время года осень, тишрей, это именно женский образ. То есть вот не мужской, там не серп, не жатва, не еще, а вот именно женский образ такой дарующий. То есть осень, тишрей, именно месяц тишрей, потому что он так и называется период тишрея. Что это именно дарующий, как материнская любовь, вот тишрей одаривает милосердием, одаривает природными дарами, одаривает праздниками. То есть вот интересная такая зарисовка. И дальше я уже стала смотреть авторство, то есть конкретные цитаты, смотреть литературу и выстраивать временную шкалу. То есть в каких временных точках, кто, когда и что сказал про зодиаки, про месяцы. И первый-второй век Тасефта, ссылаясь на Берешит, именно с позиции Авраама и благословения Всевышнего Авраама, говорит о том, что астрология была одной из наук, одной из киллсов, современное слово, навыков, которыми обладал Авраам. И это было одним из его благословений. Следующая книга Яцера, такая кабалистическая, такая как бы с тайными знаниями, очень сложно датируется. Многие ученые делают большой разбег, когда она была именно создана, поэтому я так и поставила первый-восьмой век, потому что вот разбег большой. И в ней описывается о том, что Всевышний творил мир посредством еврейского алфавита. И вот весь этот сам алфавит можно разделить на соответствующие подгруппы. И две из группы относятся именно к астрологии, к понятию изучения планет. Семь соответствует планетам и двенадцать созвездиям. То есть вот прямо идет объяснение, что именно с таким вот влиянием подвержены созвездиям люди. И дальше уже рассматривается конкретно в талмудической литературе, в раввинистической очень подробное обсуждение, кто, что и как. И вот, например, в трактате «Нида» сказано от имени рабы Ханани, что ангел, который несет ответственность за беременность, а имя ему ночь, берет эмбрион и ставит перед Всевышним. И спрашивает судьбу будущего человека. И становится по звездам, видно, будет он сильным или слабым, умным или глупым, богатым или бедным. И причина, как считает раби Ханина, это вот в руках небес, кроме страха перед небесами. И в дальнейшем вот именно эта идея предначертанного, которая можно увидеть по астрологии, по знакам Зодиака, она очень обсуждается и объясняется, почему еврейский народ к этому не подходит, ну, вернее, не подлежит с одной стороны этим предназначениям. И в трактате «Шаббат» вот как раз и объясняется эта причина о том, что свобода выбора у евреев и еврейского народа всегда есть. И приводится такой пример. Тот, который оделся под планетой Марс, будет проливать кровь. И вот Рафаша говорит о том, что у этого человека есть свобода выбора быть врачом, мойлем, резником или бандитом. То есть вот его предназначение работать с кровью, это вовсе не говорит о том, что вот он станет именно бандитом. Вот свобода выбора у человека остается, и это является очень важной составляющей воспитания. То, как мы будем ребенка воспитывать и к чему прикладывать усилия для развития его, скажем так, наклонности. В трактате «Муэд» говорится, что число детей, здоровье, продолжительность жизни, финансовое благополучие человека зависит только от предначертания, не зависит от его заслуг. Вот читая эту фразу, я вспоминаю сразу Мулечку и комментарии Рафа Александра Лыскового по поводу благословения Авраама и трех элементов. Когда он рассказывает, как Всевышний благословляет, и что у человека может быть там два только элемента, потому что у Авраама только три. И вот здесь это очень хорошо ассоциируется, и прямо можно пересмотреть этот урок от Рафа Александра, потому что вот и в трактате об этом тоже говорится. Опять же, трактат «Шаббат» Раф считал, что судьба невластна над евреями, и он вывел опять же из комментария на книгу «Берешит» с Авраамом. И сказал Авраам Всевышний благословен, он владыка мира, и вот мой домочадец наследует мне. Не будет наследовать тебе этот, то есть Алиезер, но тот, кто произойдет от тебя, будет наследовать тебе. И сказал перед ним Авраам, владыка мира, посмотри, посмотрел я на то, что предвещают мне звезды, и не способен я родить. Вспоминая комментарии вот первого-второго века о том, что Авраам обладал навыками астролога, вот здесь как раз идет отсылка, что он это все посмотрел, проанализировал и, обладая этими знаниями и навыками, сделал для себя сам прогноз. Мне не предназначено, у меня по природе не может быть. И сказал ему Всевышний, выйди из предначертанного звездами, то есть делая обрезание, делая мой союз со мной, со Всевышним, ты из этого выходишь, и потому судьба, астрологическая судьба, то, что обычно может быть предначертано, она становится невластна не только над тобой, но и над всеми твоими потомками. Девятый век, то есть постепенно идет исследование тематики астрологических знаков, зодиакальных знаков, предназначения, как с этим работать. И вот девятый век, в психторабате говорится, что Всевышний создал 12 созвездий, которые соответствуют 12 месяцам, по 12 часов дня, по 12 часов ночи, которые сами по себе соответствуют 12 колен Израиля. И что наш календарь, он полностью по месяцам совпадает с астрологическими месяцами, не так, как Григорианский календарь, не так, как Исламский календарь, а мы полностью по месяцам у нас идет соответствие. И каждый месяц колену Израиля соответствует. И дается объяснение, почему так происходит, почему именно 12 сочетаний. И выводится, что тетраграмматон, 4 буквы имени Всевышнего, если их по-разному складывать, то составляет это 12 сочетаний. Ну а так как это самое главное имя, которое проявляется в действии Всевышнего по творению мира, то вот и складывается именно число 12. И на экране вы видите эти знаки зодиака, буквы, месяц колена Израиля. При этом раввины очень спорят по соответствию месяца и колена Израиля. И, например, вот эта система уже более устоявшаяся, она полностью прописана, но в спорах некоторые говорят, мудрецы, о том, что Адар месяц, это Нафтали, он не месяц Нафтали, а, например, месяц Иосифа, потому что как Иосиф разделился на два колена, так и Адар у нас разделяется на два месяца, високосный год. Но эта идея как бы была высказана, но не закреплена. А вот именно это деление закреплено и находит соответствие с теми событиями, которые происходили в истории и в библейский период, и в постбиблейский период, которые соответствуют месяцам, его знаку зодиака, как бы вот посылу и с коленом Израиля. В 12 век Рамбом противоборец, противник астрологии и очень жестко критикующий увлечение евреев астрологией, выступает с резкой критикой. Однако же исследователи Рамбома говорят о том, что он скорее всего имел в виду, что нет хороших астрологов и возможно, что вот эта повсеместная легкая интерпретация зодиаков и обращение евреев к таким как бы псевдоспециалистам, вот он против этого был. Почему? Потому что в этот период происходит просто расцвет астрологии именно у Равинов. И вот как здесь я как пример привела о том, что его современник Авраам Ибн Эзра был известным астрологом. И вот буквально лет 10 тому назад его рукописи Авраама Ибн Эзра перевели и напечатали, и восстанавливается вот изучение и как бы трактовка астрологии именно с точки зрения Равина, лидера поколения, известного комментатора Торы, Талмуда, и поэтому как бы у нас имеется двоякая система. С одной стороны есть запрет на иглопоклонство и астрология, астрология, которой занимаются иноверцы, их трактовка судьбы, она под запретом. И с другой стороны, раввины, мудрецы занимаются астрологией очень серьезно, подробно объясняя, что и как. В 18-й век Рамхаль, раби Мошехаэм Луцата, вот в своей книге тоже посвящает целую главу объяснению о воздействии звезд. То есть это все показывает очень серьезные отношения и очень серьезный интерес к астрологическим знаком и объясняет, что Всевышний управляет миром через посредников. Они являются проводниками, то есть малахами. Это ангелы, они проводники, они как бы менеджеры среднего звена и выполняют его волю и не имея при этом никакой собственной власти, то есть то, что приказано Всевышним, они то и выполняют. Эти посредники есть звезды, так как его воля приводится в исполнение именно звездами. Изучая их сочетание движения, можно узнать что-то о том, что происходит в мире и даже в какой-то степени посмотреть, ну как бы вектор движения, вектор развития судьбы человека, судьбы людей. И вот если сравнивать Хордовскую синагогу 17 века и 6 века, то есть очень хорошо сохраненные символы, то видно, что евреи, которые в Хордово не знали о синагоге в Галилее, в Бейт-Альфа используют ту же символику, но и самое главное символику центральной власти. То есть если здесь в Хордове это Российская империя, то в Галилее это эллинистическая власть, ее представители. И соответственно историки, которые исследуют старые синагоги эллинистического периода в Израиле, они говорят о том, что помещая вот такой зодиакальный круг в центре синагоги, по краям всегда выстраивалась система символов, которые избавляют и делают еврейский народ надзодиакальным. Это всегда будет жертва Ицхака, который искупает и является тем элементом милосердия, который мы всегда вспоминаем и в Йом-Кипур, и в Рошана, и в Иллу. Всегда будет обязательно символ получения Торы и всегда будет символика храма, как работы на Всевышнего. И в этот же период, то есть в III-VI век, то есть период Талмуда, обсуждая опять же зодиакальные знаки и гороскоп, мудрецы исследуют, сейчас вернусь, не только от соответствия колен Израиля зодиакальному кругу, но и исследуют народы, которые соответствуют зодиакальному кругу и делают очень важный вывод о том, что у всех есть как бы ангелы, звезды у всех народов, и только у еврейского народа он принадлежит Всевышнему. И поэтому тоже один из комментариев, почему мы всегда можем выйти из предначертанного, а как бы уйти от судьбы, как Авраам, потому что как только мы обращаемся к Всевышнему, как только мы к Нему возвращаемся, как только мы признаем Его власть над собой, в этот же момент еврейский народ выходит из-под их власти, выходит из власти с ангелом и приходит под власть Всевышнего, а уже он может своим милосердием благословить, как Авраам. При этом опять же, то есть если основной костяк комментариев связан с Авраамом, с его умением интерпретировать звезды, то вот уход от этих звезд интерпретирует, ассоциирует с Яковым, как он боролся с ангелом, как он его победил и как он вышел из-под этой власти. То есть вот этот ассоциативный ряд, что да, это ангелы, звезды, это посланники Всевышнего, они делают свою работу и то, что им приказано, они выполняют в полной мере, но, и как в Талмуде написано, нет мазоля у Израиля, то есть нет символа, нету знака над Израилем. И вот самое главное это возвращение. И сейчас, когда наступают предновогодние недели, это очень особо актуально и важно помнить о том, что даже если что-то предначертано звездами плохое, всегда есть возможность сделать чего, то есть задать вопрос Всевышнему, получить ответ и признать его власть над нами. Вот такое небольшое сообщение, небольшой урок по символике. Сейчас я вернусь к картинке, чтобы ее было видно, потому что это очень удивительный факт. Еще раз повторю, евреи в Хордово не знали мозаику Галилеи, но при этом обладая как бы знаниями в разницу в 11 веков, они так или иначе все равно интерпретировали одинаково и выстраивали эту систему одинаково. Вот. Если есть вопросы, я буду очень рада. У меня через 5 минут...